ПЕСНЯ Самый страшный год 20 века в истории России да и мира. Две русских революции, первая из которых сделала Россию на 9 месяцев демократической, а вторая на 3 четверти века большевистской. Отставка царя, временное правительство, приезд из эмиграции и невероятная, роковая, демоническая активность Ленина и Троцкого, или Троцкого и Ленина. И человек, который мог повернуть ход истории, но не повернул. Александр Федорович Керенский. 2 марта 1917 года, после полудня, в поезде, стоящем на станции Псков, российский император Николай II пригласил к себе своего врача, профессора Федорова, и сказал ему. В другое время я не задал бы вам подобного вопроса, но теперь момент очень серьезен, и я прошу ответить мне с полной ответственностью. Будет ли мой сын жить, и сможет ли он когда-нибудь царствовать? Ваше Величество, ответил доктор Федоров, я должен признаться вам, что его императорское высочество, наследник, не доживет и до 16 лет. После этого разговора Николай принял решение об отречении за себя и за сына. Накануне 1 марта за отречение императора высказались командующие всех фронтов. Ранее, 27 февраля, государь попытался вернуться из Ставки в Царское село. Его поезд дошел до станции Дно. Дальше было некуда. Дальше его не пустили. Николай решил, что поедет в Псков. 2 марта в 10 часов вечера к Николаю в Псков из Петрограда приехали два депутата Государственной Думы. Александр Иванович Гучков и Василий Витальевич Шульгин. Эти два человека были свидетелями того, как Николай писал и подписывал документ об отречении. Во время беседы Николай держался спокойно и просто. По словам Шульгина, только выговор у государя был немножко чужой, гвардейский. Шульгин переживал, что явился государю небритым. В пиджаке и в смятом воротничке. Шульгина можно было извинить. 2 марта шел четвертый день Второй русской революции. Государь-император толком не знал, не видел и не мог себе представить, что творилось эти четыре дня в столице его империи. В эти дни полного смятения наибольшую решительность проявил человек, которому весь последующий век будут вменять исключительно слабость и нерешительность. Этот человек Александр Федорович Киренский. Еще в 15-м году русский заводчик и финансист Алексей Иванович Путилов предупреждал, что Россия обречена на революцию, и поводом для революции может быть что угодно. Голод, стачка, дворцовый переворот. В 17-м году все пошло точно по Путилову. И началось все на Путиловском заводе. Кстати, первоначально это был завод другого Путилова, и к 17-му году он был уже не в частных, а в государственных руках. Но не в этом дело. 18 февраля вследствие повышения цен рабочие потребовали 50-процентного повышения зарплаты. Администрация отказалась. Рабочие остановили машины. Пошли митинги в цехах по всему заводу. Администрация через три дня объявила локаут. 40 тысяч человек оказались на улице. Кроме того, в Петрограде критической стала ситуация с продовольствием. 21 февраля женщины уже врывались в булочные и бакалейные лавки и грабели. 23 февраля в Петрограде исчез хлеб. В этот же день началась всеобщая стачка. Дума обсуждала вопрос о продовольствии. Министр земледелия Риттих выступал в Думе, а после выступления рыдал в правительственном павильоне. Хлеба много, но до города он не доходит. Железнодорожный транспорт стоит. Морозы, снежные завалы. Рабочие по окончании митингов на заводах с пением вышли на улицы. Конная и пешая полиция толпу сдержать не могла. Городоначальник Петрограда генерал Балк отдал приказ военному командованию подавить бунт. 25-го в дело были пущены казачьи отряды и пехотные подразделения. На площади Николаевского вокзала у памятника Александру Третьему казаки начали брататься с участниками многотысячного митинга. В это время в Александринке играют премьеру драмы Лермонтова «Маскарад» в постановке Мирхольда, в театре «Аншлаг» на улицах тоже. Невский проспект и все прилегающие улицы запружены революционной толпой. 26-го в воскресенье полки солдат без офицеров начали покидать казарму. Некоторых офицеров арестовывали, некоторых убивали. К вывалившимся на улице солдатам присоединялись гражданские. В полночь с воскресенья на понедельник с 26-го на 27-е февраля за 4 дня до своего отречения Николай II подписал указ о прекращении работы Думы. Утром 27-го февраля начался мятеж в гвардейских частях. Кавалерийские части, отозванные с фронта для наведения порядка, в столицу не прибыли. 27-го утром императорского правительства уже не существует. Дума, распущенная царем, не решается собраться в Большом зале Таврического на официальное заседание, но собирается на неофициальное. В зал вбегает офицер и срывающимся голосом прерывает заседание. «Господа члены Думы, прошу вашей помощи! Я начальник караула, охраняющего Думу. Сейчас ворвались какие-то солдаты. Моего помощника ранили. Я едва спасся. Помогите!» Вот в эту минуту всеобщего замешательства заговорил Керенский. «Медлить нельзя. Войска волнуются. Я еду по полкам». Керенский говорил резко, решительно, по воспоминаниям современников даже чуть презрительно. Глаза горели. В ту же минуту был создан Временный комитет с неограниченными полномочиями. В него вошли представители Думского центра, а от левых партий двое – Керенский и Чхеидзе. Состав Временного комитета Думы утвердило. В этот момент солдаты, студенты, рабочие, интеллигенты, бесконечная толпа с улицы хлынула в здание Думы. Керенский выбежал к первой толпе солдат на крыльцо Таврического дворца. «Граждане солдаты!» – кричал Керенский. «Великая честь выпадает на вашу долю. Объявляю вас первым революционным караулом». Этот караул не продержался и минуты, его смела толпа. К середине дня, 27 февраля, 200-тысячный Петроградский гарнизон оказался без офицеров. В Думе не было ни одного человека, кто взял бы на себя командование гарнизона. Около трех часов дня к Керенскому в одном из коридоров Таврического дворца подошел председатель Думы Радзянко со следующим сообщением. К нему Радзянко обратился депутат-меньшевик Скобелев с просьбой предоставить помещение для создания Совета рабочих депутатов в целях поддержания порядка. Радзянко спросил у Керенского, «Как вы считаете, это не опасно?» «Ну, что же здесь опасного?» ответил Керенский. «Кто-то же должен руководить рабочим». Радзянко согласился. Тем более, что в Петрограде никто не работал, а Россия была в состоянии войны. Это коридорное решение – принципиальный момент февральской революции. Именно в этот момент Дума сама отдала руководство вооруженными людьми в руки параллельной властной структуры. Между тем, именно армия сыграет ключевую роль во всех последующих событиях. Идея Совета была не новой. В революцию 1905 года опыт Совета в Петрограде уже был использован. Тогда им руководил сперва полумифический Хрусталев Насарь, а потом уже абсолютно реальный Троцкий. 27 февраля 1917 года Совету была выделена комната за номером 13. Председателем исполкома Совета был избран социал-демократ Чхиидзе, а его заместителем назначен Керенский. Днем 27-го в Совет входили эссеры и меньшевики. Большевики его игнорировали. Ближе к ночи они передумали и вошли в исполком. Неудивительно, что большевики в Петрограде меняли свою позицию столь оперативно. Революция была полной неожиданностью. За две недели до ее начала Ленин, выступая в Швейцарии, на собрании швейцарских рабочих, заявил, что революция в России непременно свершится, но его поколение вряд ли станет ей свидетелем. 28 февраля по предложению большевиков было решено обратиться ко всем частям Петроградского гарнизона с указанием направлять своих депутатов в Совет. В результате в Совете рабочих депутатов солдаты составили две трети. Именно эти солдаты открыли впоследствии большевикам доступ в казармы и воинские части на фронте. Надо сказать, что революция была полной неожиданностью не только для Ленина, но и для всех. Василий Витальевич Шульгин предельно откровенно говорит о состоянии члена Временного правительства. Беспомощные мы даже не знали, к чему приступить. Как заставить себя повиноваться? Кого? Против кого? И ради чего? Кто войдет в правительство? Кто? Да никто. Мы ломали, ломали копия, сами сошли с ума и всю страну свели с ума мифом о каких-то гениальных людях, облеченных общественным доверием, которых на самом деле нет. Вот Керенский, да, он должен быть в правительстве. Он самый деятельный, его одного слушают. И он талантливый актер, причем его талант питается энергией зала. Впечатления самого Александра Федоровича Керенского это абсолютно подтверждают. Семеновский гвардейский полк пребывает в Думу и в состоянии крайнего возбуждения заполняет Екатерининский зал. Керенский выступает перед ним. В своих воспоминаниях пишет. Получив, наконец, возможность говорить свободно со свободными людьми, я испытал чувство пьянящего восторга. Вот устраивал Керенский, устраивал не только социалистов, так сказать, но и кадетов, и октябристов, всех. Правительства были коалиционными, менялись, так сказать, была полная неразбериха. К тому же, но это уже в оправдании временного правительства, к этому времени армия терпела поражение. Поражение за поражением. И Керенский тут не виноват. Вот транспорт пришел в упадок, продовольствие исчезало, хватало там на один, два дня, вот, все время на подвозе, так сказать, вот, продовольствию. Начались уже бунты, вот, хлебные и прочее. На второй день революции Керенский выдвинул лозунг. Государственная дума не проливает кровь. Таврический дворец превратился в главный петроградский участок. Керенский ведал им лично, он был намерен спасать людей. И многие приходили в думу спасаться. Даже бывший кабинет председателя думы был сплошь забит арестованными. Депутаты думы разбирались с этими арестованными, выправляли им документы. Высокопоставленных чиновников вели в думский правительственный павильон. Бывшие министры в думу приходили сами. Пришел министр внутренних дел, Протопопов. Толпа готова была его растерзать. Керенский лично вел его по думе. Вытянутый вперед правой рукой Керенский разрезал толпу и кричал, не смейте прикасаться к этому человеку. А левый указывал на этого человека. Бывший глава МВД в мятом пальто бежал сквозь штыки за Керенским, который продолжал рать. Не смейте прикасаться к этому человеку. Эта профессиональная актерская импровизация Керенского завершилась только тогда, когда он захлопнул за собой дверь правительственного павильона, рухнул в кресло и сказал бывшему министру, садитесь, Александр Митлевич. Протопопов и Керенский оба были родом из Симбирска. До революции они по этой причине поддерживали, несмотря ни на что, хорошие отношения. Ленин тоже был родом из Симбирска. Но для него конкретные люди, города и страны не имели значения. Своему старому приятелю Георгию Александровичу Соломону Ленин говаривал, Россия будет первым государством с осуществленным социалистическим строем. И дело не в России. На нее, господа хорошие, мне наплевать. Это только этап, через который мы проходим к мировой революции. Позже, недоумевая по поводу позиции Ленина, его приятель пытался найти объяснение. Мне вспоминается, что Ленин задолго до смерти страдал прогрессивным параличом. И невольно думается, уж не было ли это просто проявление симптомов его болезни. Надо сказать, что бывший глава МВД Протопопов страдал той же болезнью, что и Ленин. Но про глубокое нездоровье Протопопова говорили в открытую. Поэтому ничему не удивлялись. Бывшего военного министра Сухомлинова Керенский просто отбил у солдат в Думе, когда на того уже набросились, повалили и стали срывать с него погоны. Солдаты не унялись и догнали их Сухомлиновым здесь, в этой галерее, ведущей в правительственный павильон. И тогда Керенский произнес совершенно театральную реплику. «Вы переступите через мой труп». Солдаты не переступили. Станиславский однозначно сказал бы актеру Керенскому. «Верю». Марина Ивановна Цветаева, поэт, под впечатлением от Керенского. В цикле «Лебединый стан» читаем. «И кто-то, упав на карту, не спит во сне. Повеяло Бонапартом в моей стране». Марина Ивановна Цветаева с детства в необъяснимой традиции русской творческой интеллигенции обожала Наполеона. Видимо, именно этим чувством объясняются строки о Керенском. Депутат Госдумы Василий Шульгин с Мариной Цветаевой категорически не согласен. «Наполеона, Бисмарка или Столыпина между нами не было». Кстати, в связи со строками Цветаевой о том, кто спал, как спал, с кем спал в эти первые дни революции. В эти сумасшедшие дни члены Временного комитета и члены исполкома Совета спали еще вместе, в одном кабинете, в Думе, урывками в креслах. Шульгин, Чхиидзе, Керенский, Гучков. «Между спящими знаменитый историк и лидер кадетов Милюков ведет многочасовой спор с социалистами о том, возможно ли, чтобы солдаты выбирали офицеров. Он говорит, нигде такого нет, армия развалится. Шульгин, член Временного комитета, бурит главу Петроградского совета Чхиидзе и спрашивает, неужели вы вправду думаете, что выборное офицерство – это хорошо? Чхиидзе шепотом отвечает, вообще все пропало, только чудо может спасти. Может быть, выборное офицерство – это чудо? Милюкову все-таки удалось уговорить социалистов, что не надо убивать офицеров». 29 февраля лакей бывшего министра финансов Петра Барка арестовал своего хозяина и сдал новым властям. Это была месть за то, что хозяин отказался в свое время отмазать своего слугу от армии. Керенский подписал ордер на арест Барка, заявив, что нельзя идти против воли изъявления народа. Через две недели Барк был освобожден. К утру 1 марта новое правительство еще не сформировано. В этот момент Петроградский совет рабочих депутатов выпускает знаменитый приказ номер один. Суть его в следующем. Вся власть в армии переходит отныне к солдатским комитетам. Солдаты выбирают командиров. Они же их сменяют. Приказ запрещает раздачу офицерам оружия. Хранить оружие должны комитеты. Фокус заключался в том, что этот приказ в оригинале писался исключительно для Петроградского гарнизона. Однако фактически был распространен по всем фронтам. О настроении в армии пишет в воспоминаниях один из авторитетнейших русских военачальников, генерал Деникин. Рядовое офицерство не понимало, что происходит. Наверху в рядах генштаба начал появляться новый тип оппортуниста, слегка демагога, игравший на слабых струнах совета и нового правящего рабочесолдатского класса. Они старались угодить инстинктам толпы, старались стать ей нужными и открыть себе возможности новой карьеры. Того же 1 марта в 11 утра великий князь Кирилл Владимирович явился в штаб веренной ему морской гвардии и заявил о своей поддержке революции. В 4 часа 30 минут вместе с эскортом он прибыл в Таврический дворец и заявил, что морская гвардия в полном распоряжении Государственной думы. На груди великого князя вместо флигеля дютантских аксельбантов был Красный банк. Своё интервью в те дни великий князь начинал словами «Мой дворник и я, мы одинаково увидели, что со старым правительством Россия потеряет всё». Над своим домом он поднял красный флаг. Великий князь Кирилл Владимирович был третий после цесаревича Алексея и родного брата Николая II Михаила Александровича претендент на русский престол. 28 марта экс-премьер Владимир Николаевич Каковцев с женой и собачкой по кличке Джипик решили пройтись по Маховой в сторону Сергиевской улицы. Впереди раздалась ружейная стрельба, они побежали назад по Маховой. Испуганная собачка забежала в какие-то ворота. И тут прямо на них вышел член Временного комитета Гучков в сопровождении какого-то молодого человека. Это был Терещенко, будущий министр финансов и иностранных дел в разных составах Временного правительства. Гучков сообщил, что как раз в это время Государственная дума формирует правительство. Кстати, о демократии. Уже факт, что было объявлено Временное правительство, уже говорит о демократичности этой революции. Государственная дума формировала правительство следующим образом. Между бесконечными разговорами, дерганем за рукав, ездой по полкам, лидер кадетов Павел Николаевич Милюков где-то на уголке стола в запруженной народом думе писал список министров. И едва ли этот список был плодом долгих раздумий. Никто из людей, вошедших в первый состав Временного правительства, верховной власти для себя не хотел. Но императорское правительство разбежалось так, что с собаками не сыщешь. И власть просто свалилась на них вместе с развалившейся армией в воюющей стране необъятных размеров. Эти люди на самом деле лучшее, что было в российской политике. Интеллигентные, образованные, не связанные с вознёй от трона, они любили Россию. Но у них был один недостаток. Власть не была их страстью, единственной целью всей жизни. Средний возраст 34 года, интеллект, совесть, я прошу прощения, совесть у этих людей. Керлинский ведь тоже, поверьте мне, была совесть лёв фигура. Один из отцов Октябрьского переворота, Лев Троцкий, про этих людей говорил, что они глядят на революцию глазами буржуа, испуганного за судьбу культуры. Ленин называл таких людей тупицами. И они действительно, в этом смысле, в подмётке Ленину не годились. Их было 11 в новом правительстве. Из них 10 – либералы и умеренные консерваторы. Один – керенский – социалист. Председателем правительства стал князь Львов из Рюриковича, противник абсолютной монархии, либерал, по взглядам беспартийный борец за гражданские права крестьян. Он свято верил в победу демократии в России и повторял – не теряйте присутствие духа, сохраняйте веру в свободу России. Керенский в этом правительстве получил пост министра юстиции. В тот же вечер он подписал свои первые приказы. Всем прокурорам предписывалось освободить всех политических заключённых и передать им поздравления от имени нового революционного правительства. Далее была направлена телеграмма в Сибирь с приказом немедленно освободить из ссылки 73-летнюю бабушку русской революции, Екатерину Брешко-Брешковскую, и с почестями отправить её в Петроград. Он мог совершенно спокойно арестовать несколько человек. Человек 20-30 расстрелять, кстати. Но когда ему это говорила, в том числе бабушка великой нашей революционной эпохи, о том, что, Саша, арестуйте Ленина. Вы знаете, что говорил Саша Александр Фёдорович Керенский, да? Он говорил, я не могу, мы же с ним с одной гимназии. Мой папа челобитную писал императору, чтобы Володя получил золотую медаль. Вот о чём думал накануне, по сути дела, своего политического, может быть, и физического крушения Керенский. Ещё в одной телеграмме предписывалось освободить пятерых социал-демократов, депутатов Думы, находящихся в ссылке с 1915 года. В тот же день была подписана декларация о задачах Временного правительства. Она гласила, полная амнистия, уголовная и политическая, включая дела о террористических покушениях, свобода слова, печати, собраний и стачек, отмена сословных, национальных и религиозных ограничений, подготовка к учредительному собранию для выбора формы управления страной. На самом деле, когда в декларации писались слова об учредительном собрании, в Петрограде ещё ничего не было известно об отречении государя-императора. Более того, несмотря на декларацию, Павел Николаевич Милюков выступил на митинге и заявил, что править будет малолетний наследник, а регентом будет брат Николая, великий князь Михаил Александрович. В ответ на это выступление спешно собрался из полком совета и потребовал ответа от Керенского. Керенский заявил, регентства не будут. В качестве крайней меры я предложу правительству выбор, либо отказаться от регентства, либо принять мою отставку. Эти слова Керенского могли бы показаться самонадеянными, если бы не одно обстоятельство. В те дни ценность представляли только вооружённые люди, а в подчинении временного правительства не было ни одного воинского подразделения. А Керенский одной ногой был ещё в Петроградском совете, а совет сходу начал работать с войсками Петроградского гарнизона. Этот гарнизон был особый. Он состоял в основном из тех, кто косил от армии. Они созданы были для того, чтобы вести среди них революционную пропаганду. Все идеи им были безразличны, лишь бы не на фронт. На фронте ещё в 15-м году жаловались на дивизию, набранную в Петрограде. Её называли Санкт-Петербургским беговым обществом. Куда не пошлют в бой, она обязательно бежит. Вопрос о регенстве снялся сам собой. 3 марта из Пскова от государя императора вернулись Гучков и Шульгин. Они привезли документ об отречении. Николай отрекался не в пользу сына, а в пользу брата великого князя Михаила Александровича. Гучков и Шульгин с вокзала поехали на Миллионную улицу навстречу с великим князем. В комнате справа от Михаила Александровича родзянка Милюков. Милюков пять дней без сна засыпает, вздрагивает, открывает глаза и снова засыпает. Слева от великого князя Львов Керенский. Керенский думает, что в любой момент могут ворваться и убить великого князя. Милюков просыпается и произносит речь, смысл которой монарх единственный центр, единственное представление о власти в России. Потом к великому князю обращается Керенский. Позвольте вам сказать, как русский русскому. Приняв престол, вы не спасете Россию, начнется гражданская война. Во всяком случае, я не ручаюсь за вашу жизнь. Великий князь встал и сказал, что ему нужно полчаса подумать. Затем он возвращается и заявляет, что не может принять престол. Он отрекается за всю трехсотлетнюю династию. Керенский кидается к нему. Я буду утверждать перед всеми, да-да, перед всеми, что я глубоко уважаю великого князя Михаила Александровича. В 1905 году после событий в Петербурге Керенский поддерживал связь с СССРами террористами и даже предлагал им убить Николая Второго. Выдающиеся полицейские агенты, одновременно лидер СССРовских боевиков, Евна Азеф, отклонил его план. Как член коллегии адвокатов Керенский входил в комитет по оказанию помощи жертвам кровавого воскресенья 9 января. Был арестован за связь с СССРовскими боевиками, сидел в крестах, был выслан в Ташкент, но ненадолго, вернулся. В качестве адвоката принимал участие в основных политических процессах. По Ленскому расстрелу 12-го года, по делу Бейлиса в 11-13 годах, по делу фракции большевиков в 15-м. В 12-м году избран в Думу и принят в масонскую ложу. С 16-го года член Верховного Совета масонов России. Членство в масонской ложе для русских политиков, начиная с екатеринских времен, норма. И не только для политиков. Пушкин тоже масон. 3-го марта вечером, во время заседания правительства, Керенского вызвал один из членов Петроградского совета и сообщил, что совет намерен арестовать бывшего царя и его семью. Идея исходит от депутатов большевиков. Реакция Керенского однозначная. Предпринять все от него зависящее, чтобы не допустить сползания к террору. 4-го марта Николай направил главе Временного правительства князю Львову послание. Послание было без обращения и содержало следующие просьбы бывшего царя. Раз. Разрешить соединиться с семьей в царском селе. Два. Гарантировать семье безопасность. Три. Обеспечить проезд царской семье в Мурманск для отплытия в Англию. Четвертая просьба была совсем нереальная. Николай просил позволения после войны возвратиться в Россию и поселиться в Крыму, в Ливадии. 7-го марта Керенский, выступая перед рабочими в Моссовете, заявил. Сейчас Николай II в моих руках. И я вам скажу, товарищи, что до сих пор русская революция протекала бескровно, и я не позволю вам ее омрачать. В ближайшее время я лично отвезу Николая II в Мурманск, откуда он отправится в Англию. Более того, правительство решило просить Великобританию предоставить Николаю убежище. Петроградский совет расценил это как отличный повод перехватить власть у правительства. Исполком совета немедленно принимает правительственное по тону заявление. Войскам занять все ключевые станции на пути следования царя. Передать во все города по телеграфу ордер на арест бывшего царя. Арестовать его и везти в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. 9 марта в 11.30 Николая в сопровождении депутатов Думы привозят в Царское село, в Александровский дворец. Вечером того же дня в Царское село прибывает представитель Петросовета и воинские подразделения на бронеавтомобилях. Они намерены везти Николая то ли в Петросовет, то ли в Петропавловскую крепость. Воинская часть Царского села Николая не выдала. Впервые Керенский увиделся с царской семьей в апреле. Он первый протянул Николаю руку, представился, Керенский, и сказал, что тот полностью может положиться на него. Николай для Керенского остался загадкой. Очевидным было только его обезоруживающее обаяние. Он согласился даже на расследование ее деятельности. Временное правительство создало комиссию. Комиссия работала, не нашла ничего преступного в деятельности царя и императрицы. И все это было сделано как бы по-человечески. Императрица оставила совершенно определенное впечатление. Я с первого взгляда понял, что Александра Федоровна умная и привлекательная женщина. Хоть и сломленная сейчас, и раздраженная, обладала железной волей. Прирожденная императрица. Полное сознание своего права направления. Английская королевская семья и Романовы были породнены домами. Кинг-Джордж Георг V и его русский кузен Никки Николай II были похожи, как однояйцевые близнецы. Похожи настолько, что их все путали. Они любили развлечься, переодевались и дурачили свою свитку. В марте Великобритания согласилась на приезд царской семьи. Однако отъезд отложили из-за того, что дети болели ветрянкой. Тем временем ситуация в Лондоне изменилась. В левых кругах палаты общин и в прессе поднялся крик по поводу приезда бывшего русского императора. Его Величество, король Георг V, кузен Николая, взял свое приглашение обратно. Британский посол, сэр Бьюкинен, рыдал, сообщая Керенскому о решении своего короля. Керенский передал это известие Николаю. Николай был невозмутим. Оставаться далее в царском селе было небезопасно. Николай выразил желание выехать в Крым. Однако гарантировать успех приезда в Крым было невозможно. Керенский предложил Тобольск. Посоветовал взять с собой как можно больше теплых вещей и попытался приободрить Николая. Тот отвечал, я ни в малейшей степени не обеспокоен. Мы вам верим. Спустя 9 месяцев после падения временного правительства, царская семья будет убита в полном составе, включая детей. Вот разговор Льва Троцкого с другим большевистским вождем, Яковом Свердловым. Троцкий, между прочим, спрашивает у Свердлова. Да, а где царь? С ним кончено, он расстрелян. А где семья? И семья вместе с ним. Все? Все. Ну и что? А кто принял такое решение? Ильич. Уже за первые два дня революции столица изменилась до неузнаваемости. Городское хозяйство моментально перестало функционировать. Отвратительно работал транспорт. Правда, людно было в ресторанах и кафе, где запрещенное в начале войны спиртное подавалось в бутылках от минеральной воды и в чайниках. Солдаты сходу занялись спекуляцией награбленным. Мусор с улиц не убирался. Все было покрыто шелухой от семечек, что придавало Петербургу вид глубокого захолустья. Повсюду день и ночь гремит «Ура!». На фоне этого «Ура» звуки марсельезы. Но мелодически эта марсельеза не французская. Она печальная, полная тоски. Она сходу стилизована под русскую песню. Французский посол Марис Палеолог видит из окна посольства, как в Таврический дворец идут солдаты гарнизона царского села. Во главе цвет казачества, элита императорской гвардии. Затем личный полк его величества, отборнейший, специально созданный для охраны августейших особ. Далее – железнодорожный полк его величества. Шествие замыкает императорская полиция, приставленная к внутренней охране царских резиденций, фактически принимавшая участие в личной жизни царской семьи. Все офицеры и солдаты присягают новой власти, даже названия которой они не знают. До сих пор не дающий покоя вопрос о том, что было бы, если бы временное правительство пошло на сепаратный мир с Германией, и если бы 12 миллионов солдат высвободились с фронтов, так вот этот вопрос носит сослагательный характер, а ответа не имеет. Факт, что временное правительство из войны не вышло. Было сформулировано новое отношение к войне, война была объявлена по сути оборонительной, не преследовала более захватнических целей или господствовала другими народами. На самом деле, цивилизованное и ответственное правительство не могло повести себя иначе. Россия не кидает своих союзников. Кроме того, победа союзников была неизбежна, особенно если учитывать, что и Соединенные Штаты приняли решение о вступлении в войну. Отказ от своих обязательств накануне победы союзников означал для России политическую и экономическую изоляцию, а также утрату гигантских территорий. Строго говоря, временное правительство на самом деле думало о будущем России, а не о том, сумеет ли оно удержать власть. Надо иметь в виду эту какую-то маниакальную преданность тем идеям войны до победного конца, союзническим обязательствам, которые демонстрировало временное правительство и всех созывов, кстати говоря, в том числе и последнего созыва, которые в условиях разлагающейся армии, советизации, революционизации армии, усиление власти левого движения в лице большевиков, эсеров, это во многом, конечно, обрекало правительство Керенского на неудачу. Ровно через год, когда большевики будут подписывать Брестский договор с Германией, соглашаясь на грандиозные для России территориальные потери, Ленин будет думать об одержании власти. И он ее удержит. Первые недели после падения монархии и Дума, и Петроградский совет направляют на фронт своих депутатов для разъяснения солдатам обстановки в стране. Вскоре представители Петросовета вытесняют на фронте думских делегатов. Керенский в воспоминаниях трезво оценивает эту ситуацию. Это расплата за отказ Думы возглавить общенациональное движение. Первый день революции. При этом сам Керенский не вспоминает, как он сам легко сказал, совет это не страшно, кто-то должен возглавить рабочих. За Керенским не стояло столь сильной партии, идеологии, даже программы действий, которая была у большевиков. Он здесь явно проигрывал. Керенский, к тому же, искал все-таки все время какие-то компромиссы, коалиции в рамках своего временного правительства и вне его. Поэтому он, конечно, оказался такой трагической фигурой в нашей истории, из которой потом уже в нашей историографии советской сделали и трагикомическую фигуру. Большевики в Петросовете получали мандаты и ехали на фронт. На фронте они призывали к одному – бросайте оружие. Помимо русских солдат на этот призыв откликнулась Германия. Главнокомандующий Восточным фронтом баварский принц Леопольд внезапно прекратил боевые действия против русских. Принц Леопольд призвал брататься с русским. Немецкие солдаты по команде вылезали из окопов и ползли к русским. Потом на русскую сторону пошли немецкие офицеры с белыми флагами и предложениями перемирия. Русская крестьянская молодежь, только надевшая форму, верила немцам бесконечно. Надо сказать, что о революции в Петрограде многие солдаты на фронте узнали именно из германских пропагандистских материалов. Эта информация явилась невиданным доселе искушением для солдата, находящегося на линии фронта. Почему я должен здесь умирать, когда дома начинается новая жизнь? Уже шел слух, и это было правдой, что в российской провинции вовсю жгут и грабят помещичью саду. Во время поездки на Юго-Западный фронт Керенский встречался с солдатами. Один тщедушный парень выкрикнул, вот вы нас убеждаете, что мы должны воевать с немцами, чтобы крестьяне получили землю. Но ведь если меня убьют, я же землю не получу! В ответ Керенский обратился к офицеру, немедленно отправьте парня домой. Пусть у него в деревне все знают, что русской армии трусы не нужны. По свидетельству английской медсестры мисс Фармбера, Керенского после выступления солдаты на плечах несли до его автомобиля. Целовали его, его автомобиль, землю, по которой он шел. Некоторые плакали, некоторые молились или пели патриотические песни. Но все это было так же мимолетно, как в августе 14-го года, когда был другой патриотический подъем, когда молились на государя императора, объявившего вступление России в войну, и пели «Боже, царя храни!» У политиков, очень часто, у правителей, они думают, напичканные предыдущими годами похвал, подхалимажа, возвеличение, думают, что это все еще идет, все это еще сохраняется, и отгоняют мысль, обычную для России, и что у нас всегда начинается с восторгов, окончаются урюлюканем. Дезертирство в армии неумолимо разрасталось. Усилия по противодействию германской пропаганде успеха не имели. Братания с немцами приобрело массовый характер. В это же время германский посол в Копенгагене, граф Брокдорфран Цау, рекомендует германскому правительству способствовать широчайшему хаосу в России. Средством достижения этого хаоса может быть усиление радикальных политических партий. У графа Брокдорфран Цау был для этого дела посредник, такой яркий персонаж, как Александр Гельфанд. Партийное имя Парвус. Именно Парвус первым выдвинул теорию перманентной революции, позднее ее развил Троцкий. При этом Парвус был талантливым финансистом, активно занимался денежными делами с Горьким в пользу большевиков. И при этом Парвус был сотрудником германского МИДа. Вот этот самый Парвус и объяснил немецким генералам, кто такой Ленин, чем он может быть полезен Германии, почему ему надо помочь. Исторической справедливости ради надо сказать, что у Ленина были свои цели. У этого человека была идея фикс превратить мировую империалистическую войну в гражданскую войну между классами, то есть в гигантскую братоубийственную мясорубку, которая выдаст фарш для фирменной ленинской котлеты под названием «Мировая революция». Именно это блюдо, по идее, должно было стоять под первым номером знаменитой советской поваренной книги. Также справедливости ради надо сказать, что Ленин в своей теоретической кухне в грош не ставил Россию с ее огромным крестьянским населением, а предпочитал западноевропейские государства с их мощным пролетариатом. При этом Ленин полагал, что поражение России в войне дело не испортит, потому что ускорит приход от мировой революции. А так как победить Россию могла только Германия, то долг каждого настоящего революционера помочь Германии в разгроме России. В тот час из германского МИДа последовала телеграмма. Его императорское величество сегодня утром решил, что русских революционеров надо переправить через Германию и снабдить материалом для пропаганды, чтобы они стали работать в России. Главным материалом для пропаганды стали уже выделенные 2 миллиона марок. Германии нужно было не проиграть войну. Войну она проиграла, но еще и получила потом Баварскую республику, потом получила нацистов. Ну, короче говоря, мы все получали. Поэтому, когда есть большие лишние деньги, всегда думают, куда их вкладывать. Это актуально сегодня. Еще 15 августа 15-го года германский посол в Копенгагене граф Брокдорф Ранцау сообщил в Берлин, что они с Парусом разработали план по организации революции в России. Посол свидетельствует, что Парус блестящий человек. Керенский, в свою очередь, в воспоминаниях пишет, что Парус обладал большим политическим предвидением, чем отцы Великой Октябрьской революции. Эти слова Керенского можно счесть за мелкую мстительность по отношению к Ленину и Троцкому, но это не так, потому что Парус действительно первостатейный мастер стратегии, который на определенном этапе превосходил Ленина в подрывной деятельности против России. Ленин поддерживал связь с Парусом через своего старого приятеля Ганецкого, хотя Парус просил себе в помощь Николая Бухарина, в будущем главного ленинского любимца. Кроме того, Парус занялся успешным бизнесом с Россией. Доходы шли партии. Курьерские функции были на Урицком, будущем главе Петроградского ЧК. Партнеры Паруса по бизнесу Красин и Воровский. Ленину оставалось только контролировать эту финансовую активность. Но деньги решали не все. У Ленина умерла теща, Елизавета Васильевна, которая вела дом. Крупская хозяйством заниматься не умела. У нее была прислуга, но Крупская не могла ее руководить. Дом и одежда быстро пришли в неопрятное состояние. И тут в России произошла революция. В марте 1917-го Парус из Дании едет в Берлин к имперскому канцлеру с предложением транспортировать эмигрантов-революционеров из Швейцарии в Россию. Кайзер Вильгельм лично дал добро на отправку радикалов. Ленин выставил условия. Пусть его будут сопровождать многочисленные меньшевики, которые не проповедуют идею поражения России в войне, и поэтому в их компании и большевики не будут выглядеть германскими агентами. И еще одно условие. Пусть вагон, в котором он поедет, получит статус экстерриториальности. Германия согласилась и вдогонку выделила ему большие деньги на нужды революционной, а главное антивоенной пропаганды. Ленин прибыл в Петроград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова